Привет, друзья! Вы смотрите видеообзор новых электроскутеров CityCoco. White Siberia Pro на 2000 ватт и White Siberia Wild Wheel на 3000 ватт. Я замерю реальную скорость, проведу тест-драйв в городских условиях и поделюсь своими впечатлениями. Смотрите видео до конца и без перемоток, чтобы не пропустить важную информацию. Покрышки всегда можно заменить на резину с тракторным протектором. А на сколько хватает его? Ну я в восторге! Идет хорошо! Скорость под 30, лежачка прелестна! Прекрасно! Стабильно руль держится! Не то, что было раньше там а-ля No Name CityCoco, которые тряслись, вибрировались и колбасило, как бог знает что! Итак, первый электроскутер CityCoco White Siberia Pro на 2000 ватт. Сезонный электротранспорт, рассчитан на поездки в теплую и сухую погоду. Имеет довольно классический внешний вид CityCoco, но не спешите с выводами. Основным преимуществом является возможность установки дополнительной батареи в нижний отсек деки электроскутера. Докупается отдельно и увеличивает запас хода в два раза, а это, между прочим, очень приличная дистанция, о которой я расскажу чуть позже. Стоимость батареи на момент съемки видеоролика и фотографию вы видите на экране. Какой же он красивый в черном матовом исполнении! Настоящий шедевр! Начнем с управления! Включение электрозверя производится с кнопки в нижней части рулевой стойки, либо с брелка сигнализации. Надеюсь, не нужно говорить, что если электроскутер стоит на сигнализации, кнопка старта работать не будет. Нужно? Ну ладно, уже сказал. У кого ключи с брелками, тот и папа. Также попытка сдвинуть с места электроскутер или просто потрогать приведет к включению звукового сигнала и блокировке заднего мотор-колеса. Просто так не укатить можно легко получить по шее от владельца. И так включили электрозверя. Смотрим левую ручку управления. Верхний тумблер отключается за переключение ближнего и дальнего света, а также переключение режима стробоскопов. Далее желтый переключатель поворотников. И в самом низу находится кнопка клаксона. С правой стороны ручка акселератора. Она же газулька. Она же ручка старта. Внутри установлен датчик холла, который регулирует скорость электробайка. То есть повернули слегка, едете потихоньку, выкрутили на максимум, сжарили по полной программе, насколько позволяет мощность электродвигателя. Под большим пальцем у нас переключение скоростных режимов с первого по третий. Также рядом с ручкой акселератора есть крепление для телефона с USB разъемом для подзарядки гаджета. Классная штука и уже в комплекте. Бортовой компьютер не имеет каких-либо настроек и просто отображает состояние электроскутера в режиме реального времени. Все просто, хорошо видно и главное понятно. Вольтаж, индикатор заряда батареи, спидометр, общий пробег за всю жизнь электробайка и используемый скоростной режим. Что касается безопасности райдера, White Siberia Pro оснащен гидравлической системой тормозов на заднем и переднем колесе. Сделано на совесть и очень красиво. Обратите внимание, что рукоятки тормозных рычагов имеют возможность регулировки по размеру ладони водителя. Крутим колесико и настраиваем необходимое расстояние. Электробайк имеет все необходимое для поездок по дорогам общего пользования. От вышеперечисленных световых приборов, габаритов и автоматических стоп-сигналов до боковых зеркал. Но для выезда на дорогу райдер обязан иметь при себе водительское удостоверение как минимум категории M, которую в России можно получить 16 лет. Либо права любой другой категории, ну кроме тракторист-машиниста. Для пассажира на электроскутере предусмотрены складные подножки. Максимально допустимая нагрузка электротранспорта составляет аж 220 кг. То есть два человека со средним весом около 70 кг и полный кофр кирпичей. Под сидением пассажира есть еще один отсек для ручной клади или хранения зарядного устройства и документов к электробайку. Кофр и бардачок закрываются на ключ. Практично и очень удобно. Собственный вес CityCoco White Siberia Pro не превышает 60 кг. Габариты электроскутера вы видите на экране. Колеса накачиваемые по 18 дюймов на штампованных дисках. Покрышки всегда можно заменить на резину с тракторным протектором. Дополнительная резина не идет в комплектации к электроскутеру. Замену можно произвести в сервисном центре во время предпродажной подготовки. Или просто докупить ее отдельно. Амортизаторы пружинные на переднем и заднем колесе. Переезд через лежачие полицейские вполне комфортный. Какие-то неровности на дороге отрабатываются легко. Мощности заднего мотор-колеса на 2000 Вт вполне достаточно, чтобы заезжать в горке до 20 градусов. С учетом одного райдера, вес которого не превышает 70 кг. Быстросъемный 60 Вт аккумулятор емкости в 21 Ач. Позволяет проехать порядка 50 км на одном полном заряде. В условиях ровного дорожного полотна. При температуре выше плюс 20 градусов. Весом райдера до 70 кг. И со средней скоростью в районе 30 км в час. Но вы же помните, увеличить дальность поездки можно в два раза. Докупив еще один аккумулятор, который легко размещается в деке электроскутера. Как и что, погнали. Что мы сможем по максималочке? Давай, дружок, я в тебя верю. Мокрая дорожка такая. С грязью. Колеса нормально, кстати, держат за счет, наверное, того, что они широкие. Очень хорошо едет. В принципе, стабильно. Ничего не разваливается, не трясется, не колбасится. 37 кг вижу. 37 кг по GPS. Ну да, с моим весом 100 кг, наверное, и нормально. Будет райдер чуть полегче, разогнаться бы и 40. Ну что, проверим лежачие полицейские. Как они отрабатывают. Так, скорость 22, лежачка. Отлично. Кстати, очень даже комфортно, реально. Если кто знает, есть такие электроскутеры а-ля Voco. У них прям, ну они славятся такой мягкой подвеской. Ничем не хуже. А то даже лучше скорость по 30, лежачка. Прелестно. Блин, ну я в восторге. Идет хорошо. Управляемость прекрасная. Вот я прям держу одной рукой. 20-30 км в час. Нет никакой тряски. Прекрасно. Стабильно. Руль держится. Не то, что было раньше там а-ля No Name City. Коки, которые тряслись, вибрировались. Их колбасило, как бог знает что. Спасибо White Siberia, что могу сказать. Еще раз лежачка. На всем ходу. Бомба. Отлично едет. Мне очень нравится. Ситикок а-ля No Name уже давно бы, наверное, развалился уже другой Ситикок. Еще лежачка. Та-дам. Прелестно. Сказка. Сказка, а не аппарат. Да ну реально супер, ребят. Прям. Ну вот я еду. Я прям тащусь. Круто. Хотя и зима. Так. Впереди горка. Надеюсь видно. Сейчас я на нее прям. Смотрите как я на нее. Легко вообще. Просто легко. Ситикок. А горочка такая. Нормальная была. Ну маленькая конечно. Ну нормально. Заехал. Радов. В принципе вообще для городских условий по-моему это самая обалденная машинка на которой я когда-либо катался. Я имею ввиду именно заехал скутеров Ситикок и их него строение. Такие там Чопперы, Харлеи. Прикольно. Мне нравится. Ну да, как я и сказал управление прям зачет. Зачет. Мне понравилось. Вот на такую штуку конечно лучше не выезжать прям. Гололед, гололед. А по мокрому асфальту вон по дорожному покрытию. Вообще легко. С такими широкими покрышками. Как будто они для этого и созданы специально. Даже аквапланирование не ловит. Ну видать может просто скорость не такая высокая для аквапланирования. А так держит дорогу прям. Мне очень понравилось. Респект ребятам из Влад Сибири. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера на момент съемки видео обзора вы видите на экране. Чтобы узнать актуальную цену на момент просмотра, вы можете пройти по ссылке внизу под этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь рассмотрим второго красавца. Электроскутер Ситикоко Вайлд Вилл мощностью в 3000 ватт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Существенным отличием от предыдущей модели, как вы уже догадались, является дизайн и мощность бесщеточного электродвигателя, установленного в заднем моторколесе. Но это далеко не все. Здесь всего одно посадочное место. Взять пассажира на борт, конечно, возможно, но для этого ему, скорее всего, придется ехать в сложенном положении между ног у водителя. Электробайк Вайлд Вилл не предусматривает установки дополнительного аккумулятора. В комплектации идет всего одна 60-ти вольтовая батарея емкостью в 21 ампер час. Но, несмотря на эти так называемые недочеты, электробайк имеет неожиданно привлекательный внешний вид. Футуристичный дизайн моментально притягивает к себе взгляд. Владелец такого электробайка всегда будет в центре внимания. Один раз увидел и забыть уже невозможно. Что касается управления, здесь так же, как в предыдущей модели, все просто на уровне интуиции. По центру рулевой колонки находится замок включения электротранспорта с двумя экранами основных показателей. Левый дисплей отображает вольтаж и уровень заряда батареи из четырех делений. Правый дисплей выполняет функцию спидометра. Здесь же отображается выбранный скоростной режим, включенное освещение и общий пробег электробайка. По правой стороне руля имеем ручку акселератора, тумблер переключения световых приборов, выбор скоростного режима и, внимание, кнопку заднего хода. Для поездки назад необходимо удерживать кнопку и одновременно крутить ручку акселератора. Тумблер переключения ближнего и дальнего света. Поворотники. И звуковой сигнал. В общем, классический стандарт в своем исполнении. Ничего лишнего и наличие всего необходимого для поездок по дорогам общего пользования вплоть до боковых зеркал. Работа сигнализационной системы идентично рассмотренной модели White Siberia Pro. Скутер издает тревожные звуки в случае шевеления и блокирует заднее мотор-колесо. Двойная гидравлическая тормозная система настроена идеально. Можно только аплодировать стоя. Я просто похлопну. Тормозные рычаги регулируются по размеру руки без проблем для удобства водителя. Накачиваемые колеса по 18 дюймов на литых дисках в сочетании пружинных амортизаторов сзади и вилкой мотоциклетного типа на переднем колесе придают поездке исключительный комфорт. Опять же, это не трактор и не комбайн. Электроскутер предназначен для поездок по ровным дорогам, о чем говорит установленная резина шоссейного типа. Максимально допустимая нагрузка электробайка составляет 220 кг. Габариты электроскутера вы видите на экране. Собственный вес не превышает 70 кг. Дальность поездки на одном полном заряде составляет порядка 50 км в условиях ровного дорожного полотна при температуре выше плюс 20 градусов, весом райдера до 70 кг и со средней скоростью в районе 30 км в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До полтинника все-таки я его, наверное, разгоню, но вряд ли больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был полтинник 50 км в час. На бортовом показывает 60-61 км. Разница в 10 км. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, скорость ограничена на электроскутере. Можно реально разогнать и еще порядка 40% придать ему. То есть он будет гораздо быстрее, да, там, ну, где-то, наверное, 70 км разгонится. Вот, услуга такая есть. В магазине гироскутершоп.ру такие вещи делают. Почему бы и нет? Изначально они приходят специально с ограниченными возможностями. Ну, в общем, скорость ограничена искусственно, ее можно разогнать. При покупке, если будет интересно, задавайте вопрос. Ребята в магазине гироскутершоп вам помогут, в этом плане расскажут. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Чтобы узнать актуальную цену на момент просмотра, вы можете пройти по ссылке внизу под этим видео. Подведем итоги. Электроскутеры White Siberia – это продукция, существующая на территории России с середины 2019 года. И с 2014 года на рынке Китая производятся транспортные средства в Шанхае. После признания на внутреннем рынке страны производителя, брендированные модели White Siberia стали завозиться в Россию. То есть там протестировали и теперь завезли к нам. За всю историю существования товарного знака не было ни одного нарекания со стороны покупателей по емкости или качеству используемых аккумуляторов, как в стране производителя, так и на территории Российской Федерации. Ребята постоянно работают над дизайном и предлагают интересные решения. От цветового исполнения до приятных допников наподобие держателя под телефон с предустановленным разъемом USB-зарядки. Паспорт и сопутствующие документы полностью на русском языке. На всех рамах присутствует ВИН-номер, который фигурирует в документации и гарантийном талоне. Качество сборки по отношению к ноунейм продукции на реально высоком уровне. Мне очень понравились оба электробайка. Уверен, что после просмотра обзора каждый из вас сможет определиться с выбором согласно своих потребностей. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за предоставленную технику для нашего обзора. Подписывайтесь на канал и давите лосося. Впереди еще очень много интересного из мира электротранспорта. Все полезные ссылки найдете в описании к этому видео. И не забывайте о комментариях, что понравилось, чему уделить особое внимание и на какой электротранспорт снять следующий видео обзор. Покрышки всегда можно заменить на резину с тракторным протектором. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok